Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о Краснодаре, городе, куда достаточно часто переезжают сибиряки и дальневосточники, которые намерзлись в своих сугробах и хотят круто поменять свою жизнь. Благодаря этому за последние 10 лет город вырос почти в два раза. К примеру, в 2008 году население Краснодара составляло 709 тысяч человек, а вот уже в 2021 здесь живет больше миллиона. Нельзя отрицать, что рост населения это один из основных факторов, который повлиял на то, каким Краснодар стал сейчас. Обсудим это в сегодняшнем ролике. Ну что, поехали! Представьте себе, что вы живете в городе с населением около 500 тысяч человек. Ну в городе вроде Ярославля или Тулы. И тут внезапно к вам приезжает еще 500 тысяч жителей. И они активно начинают участвовать в жизни города. Власти города тут же дают добро на строительство огромных жилых микрорайонов, строят их на окраинах города и селят туда большинство приезжих. И вроде бы с населением вопрос решен. Но новым людям нужны школы, сады, поликлиники. Так что нагрузка на действующую инфраструктуру становится колоссальной и в городе начинает твориться какой-то кошмар. Дороги перегружены, люди стоят часами в пробках, в больницах очереди, в школах вводят не просто первую и вторую смену, а еще и полуторную. Да, такое тоже здесь бывает. Также идет двойная нагрузка на госучреждения и общественные пространства. Город работает буквально на износ. И конечно же местные жители такому повороту событий совсем не рады и винят во всем нежданных гостей. Конечно Краснодар не вырос моментально. Все это происходило постепенно, из года в год народу становилось все больше и казалось бы, что вот предел уже достигнут. Но нет, люди продолжают сюда приезжать. С одной стороны много людей это хорошо. Начинает развиваться экономика, появляется куча новых возможностей, приезжие развивают бизнес, создают рабочие места, разгоняют экономику. Но с другой стороны, что делают в это время городские власти? Они хлопают в ладоши, что город не стоит на месте и под шум своих же аплодисментов занимаются продажей земельных участков под очередную застройку. Проблема лишь в том, что больше ничего не делается вообще. По крайней мере не делалось последние 10 лет и это очень сильно ощущается. Я был в Краснодаре несколько раз в разное время года и видел, что город задыхается от того, что с ним происходит. Отмечу, что в последние два или три года все же есть положительные изменения. К власти пришла новая команда, но сколько ей потребуется времени, чтобы сделать Краснодар снова комфортным, это очень большой вопрос. Просто стали требовать краевые власти того, чтобы строиться какой-то отличный многоэтаж, что там обязательно строились и соцобъекты. Вот в целом пытаться следить, чтобы не строились многоэтажки там, где уже перенаселено. Допустим, у нас на юбилей местные жители периодически выходят митинговать против застройки свечками жилыми, либо офисными, потому что ребят и так проехать невозможно. Утром и вечером район стоит, с дорогами проблемы, а вот на ядашке пытаются строить. Власти городские и краевые пытаются контролировать, но вот не шатка, не валка, ситуация улучшается, но по-прежнему есть проблемы. Про Краснодар есть два главных мифа. Первый звучит так. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. И второй про ту самую пресловутую палку, которую стоит воткнуть землю и она прорастет. Если не вдаваться в нюансы, то все вроде бы так. Что ни день, то солнце светит, рядом море, курорты, санатории, да и сельское хозяйство в регионе очень развито. Ну прям житница России. И все хорошо и прекрасно. Но насколько все это соответствует действительности, сегодня будем с этим разбираться. Краснодар можно условно разделить на старую и новую часть. Какие-то районы образовались давно, во времена Советского Союза. Например, фестивальный, юбилейный, комсомольский, гидрострой, черемушки, энка. Также есть новые районы, которые активно застраиваются и развиваются по сей день. Например, восточно-кругляковский район, район западного обхода или район Знаменский. Лучшими районами в Краснодаре общепризнанно считаются микрорайоны юбилейный, фестивальный. Ну и, наверное, можно отнести еще микрорайон Черемушки. Ну микрорайоны, где, в принципе, существует вся инфраструктура, она в шаговой доступности. Таким нюансом является то, что зачастую это инфраструктура еще с советских времен. То есть те же школы, те же какие-то спортивные секции, какие-то из них обновлены, какие-то нет. Но это, наверное, все-таки все посажено еще на советской инфраструктуре. Проблемные микрорайоны в Краснодаре, ну, в первую очередь, это районы стихийной застройки. Застройка велась в некоторых районах с рядом нарушений, на землях СЖС, без какого-то там планирования территории. В первую очередь, это район музыкальный, небезызвестный, и район поселка Российского. Гулять по центру Краснодара мне нравится. Несмотря на то, что многие исторические здания были разрушены во время Второй мировой войны, часть старой застройки эпизодами сохранилась. Слушайте, это ж надо рольставними испоганить так красивое историческое знание. Это же просто оно вообще меняется, как ощущение от него. А здесь решили красить и наполовину покрасили, короче, потом, видимо, краска закончилась. Есть, конечно, тут и новоделы, и нелепые торговые центры с колхозными вывесками. Но за счет того, что застройка малоэтажная и разнообразная, впечатление остается хорошее. Есть центральная улица Красная. Если отойти от нее вправо или влево, то увидишь малоэтажные и вполне уютные райончики. Довольно, на мой взгляд, приятные. А вот что касается окраин и микрорайонов города, то тут мало где можно комфортно погулять. А есть места, где в принципе не хочется находиться. Они перегружены людьми и строили их явно не задумываясь над тем, где эти люди будут работать, где будут учиться их дети и как они будут добираться до центра города. С самого утра эти районы встают в пробки. Если ты чуть-чуть запоздал и выехал не вовремя, то можешь в этой пробке простоять до обеда. Вокруг Краснодара много станиц. Станица это достаточно большой поселок, где есть коттеджи, частные дома, но при этом есть свет, газ, вода и вся необходимая инфраструктура. Школы, детские сады, больницы, небольшие парки и скверы. С учетом того, что город недалеко, можно выбираться в Краснодар по необходимости. Проблема лишь в том, что работы в станице недостаточно даже для самих станичников, так что приезжему будет вдвойне трудно ее найти. Часто жители таких станиц, вроде Медведовской, Новотитаровской, работают в Краснодаре. Для тех, кому доступна по месту жительства электричка, это максимально удобный транспорт с разных концов города, даже пригорода. Можно добраться в центр города в течение получаса. Это очень удобно. Я смотрю, как люди пользуются, доезжают на автомобиле личном до станции электрички и перемещаются в город на работу и также с работы. Ездить туда-сюда, конечно, не очень хороший вариант, но если вы работаете удаленно или вы уже вышли на пенсию, то почему бы и нет? Рядом с Краснодаром у нас есть такие населенные пункты, как, допустим, станица Титеровская. 15 минут на автомобиле от Краснодара. Жилье значительно дешевле, место существенно экологичнее. В другую сторону есть поселок Яблановский. Он относится к Адыгее. И жилье там существенно дешевле, платежи там коммунальные существенно дешевле. В город вы попадаете через два моста, через реку в течение 10 минут. Словом, если выбирать, где жить, я бы выбрал либо центр Краснодара, либо близлежащую станицу. Единственное, что цены на недвижимость в таких станицах и за близости города с каждым годом растут и уже почти сравнялись со стоимостью жилья в самом Краснодаре. Сейчас квадратный метр жилья в Краснодаре стоит в среднем 85 тысяч рублей. Но есть прогнозы, что цифра эта подскочит до 100 или более тысяч. Причиной всему является подорожание стройматериалов. Кроме того, из-за пандемии в этом году не было выдано ни одной лицензии на строительство новых объектов. Так что застройщики отрываются по полной, взвинчивая цены на уже существующие. Растут цены на жилье. И вот так думал, что пора брать ипотеку, пора покупать квартирку. Потом как бы раз, как бы и за год цена, ну, где-то на, по-моему, на треть, если не ошибаюсь, выросла. Или около того. И так думаешь, а потянули или не потянули. О климате Краснодарского края слагают легенды. Зима без снега, солнечное лето, цветущая весна и красивейшая осень. Но переезжая сюда, надо понимать, что климат подойдет далеко не всем и может сыграть с вами злую шутку. Люди с Северов по-прежнему, не думая о своем здоровье, стремятся ближе к пенсии и перебраться на теплый юг. Пять лет и инсульт, кто не знал. Нельзя в таком возрасте резко менять климат. Хотите переезжать на Калининград гораздо здоровее, а перебираться из Норильска куда-нибудь под Краснодар, где два месяца в году плюс 40, плюс 35. Но будете иметь проблемы со своим здоровьем. Нельзя делать такие резкие скачки климатические. Когда я приехал в Краснодар летом, две недели я не мог спокойно выйти на улицу погулять. Просто ты выходишь на улицу две минуты и ты весь мокрый. Адское пекло, а деревья, чтобы как-то скрыться в их тени, в центре города маловато. Даже на улице Красной, где все гуляют. Я видел реально, как плавятся фасады домов под прямыми солнечными лучами. И это жесть. Ребят, прикиньте, какая должна быть жара, чтобы просто расплавился пластик, которым здесь покрывают здание. Да, это реальный металл. Это даже больше на металл похоже. То есть металл весь повыгибало. Вот такие дела. То есть летом ты сидишь постоянно под кондиционером. Дома или на работе, или в магазине, или в машине. Мне такая жизнь не очень подходит, так что город подойдет, скорее всего, тем, кто легко переносит подобную жару. Дело в том, что здесь жара переносится намного легче, чем при море 28. Ну, влажность и вот эта вот тауна, постоянная тауна, это невозможно. И ни тенечка, ни тенечки не спасешься, нигде. А тут на солнце, да, на солнце просто жарко. Но в тени, прохладненько, и ветерок прохладненько. Здесь вот за счет ветерка ты живешь. Ветерок отбывает, и прямо вот, как вот сказали, там мурашек по стене, потому что после жары в тенек, и прохладно. Ночью, вот скажи честно, я замерзаю. Бывает такое, что дует ветер. У меня кондиционера даже нет в квартире, но мне прохладно. К чему не готовы многие, переезжающие в Ксенар, потому что у нас здесь водохранилище рядом, но оно не дает прохладу. Оно дает повышенную влажность воздуха. В итоге у нас здесь такие субтропики стоят. И очень тяжко и летом, и зимой, потому что зимой это как бы ощущается больше холод, чем он есть на термобитве. Зимой, да, снег бывает очень редко. В этом году выдалась аномальная зима, и город сразу встал в пробках, потому что оказался не готов к такой стихийной истории. К тому же снег практически сразу тает, превращаясь в мокрую грязную жижу, ходить по ней не очень-то приятно. В этом году я приезжал в Краснодар в марте, и было очень жутко холодно. Шел дождь, и был пронизывающий ветер. Так что плюсовая температура в Краснодаре бывает очень обманчива. Вроде бы на улице плюс, но ощущается как дикий минус. В холодное время года по несколько недель не видно солнца, и жизнь от этого прекраснее не становится. Еще бывают ливни, а в Краснодаре, как и во многих городах России, большая проблема с ливневками. Есть улицы, которые затапливают настолько, что не то, чтобы пешком ходить, но и на машине не проедешь. А вот если переезжать, то в этих условиях вам надо будет как-то добираться до работы. Забирать детей из школы и решать какие-то свои вопросы. В общем, надо хорошо все обдумать. От Краснодара можно добраться до Джубги. Это поселок на побережье Черного моря в двух часах езды на машине. До Анапы тоже два с лишним часа. До Сочи часа четыре. Можно также поехать на Азовское море. Это около трех часов пути. Но все не так радужно. Многие, кто переехал в Краснодар, на море бывают от силы два-три раза в год. Потому что отдыхать едут также люди из Москвы, из Питера и из других регионов. Часто тоже на автомобилях и два часа пути превращаются в четыре, а зачастую и в шесть. Так что выезжать приходится ночью или очень рано утром. В большинстве своем трасса на море двухполосная. Так что с обгоном бывают проблемы. Пляжи переполнены. Когда на 100 квадратных метрах условно купается 100 человек, это не очень комфортно. В прошлом году я был в Кабардинке и даже не появилось желание зайти в воду. Такой отдых подойдет далеко не всем. Так что Южное море далеко не такое, как, например, в Приморье на Дальнем Востоке, где огромная бухта, большие расстояния, а людей немного. Ну и есть вариант вообще на море не поехать, когда, например, шторм и купание запрещено. Или ежегодное нашествие медуз. Можно ли искупаться где-то в окрестностях города, я спросил у Дмитрия Селина. Когда-то я купался в 90-е годы вполне себе и в реке Кубань, и в других водоемах, например, в старые озера Кубани, на парке Солнечный остров. И, в принципе, это все было вполне приемлемо. Но с точки зрения официальной позиции пляжи закрыты, то есть они не проходят контроль санопитной службы. Официальных мест для купания нет. Но люди при этом, ну, понятное дело, купаются все равно. Но есть в окрестностях Краснодара некоторое количество водоемов недорекламированных или недовостребованных людьми с хорошей чистой водой. В Адыгеев тоже они находятся. Это и карьеры там с песчаными берегами, с песчаным дном, где можно покупаться на самом деле. Но это все-таки какой-то выезд все равно, хотя бы в ближайшую пригородную черту. Немного поговорим о благоустройстве. Современное благоустройство в Краснодаре делать начали, но денег хронически не хватает. Так что каких-то масштабных проектов в городе не наблюдается. Они пока только в планах. Есть в Краснодаре классный современный парк, который построил предприниматель Сергей Галицкий, владелец сети магазинов «Магнит». В городе появилась такая локация, я считаю, вообще мирового уровня. Это парк Галицкого, в котором центральное место занимает стадион футбольного клуба «Краснодар». Парк великолепный, роскошный, очень атмосферный. Парк действительно очень крутой. Мало того, что на одной территории растут разные экзотические растения, так еще и полно фонтанов, лабиринтов, детских активностей и инсталляций. Парк построили буквально на голом месте. Результат поражает. И, конечно же, когда жители города погуляют в этом парке, им довольно сложно находиться в остальных общественных пространствах города. Другие места отдыха сильно проигрывают. Власти пытаются как-то вывести их на новый уровень. Но говорить о том, что они крутые и интересные, пока преждевременно. Есть также планы по реконструкции в Чистяковской роще, Старой Кубани и городского сада. Сколько времени и денег на это нужно, чтобы получилось что-то путное, да и получится ли все с первого раза, тут можно и долго, и долго рассуждать. Я заметил, что в Краснодаре стали делать неплохие скверы и начали появляться велодорожки. Велодорожка появилась в самом центре, правда, как бы я постоянно проезжаю и там постоянно, как бы на этой велодорожке припаркован трассе. Еще при предыдущей власти в городе стали перекрывать на выходные улицу Красную. Это очень смелое решение, которое, конечно, ухудшило ситуацию с дорожным движением, но зато хотя бы по выходным больше людей стали выходить на прогулки в центр. А сейчас собираются аналогично перекрывать и другие улицы, чтобы сделать центр пешеходным. Правда, перед выборами автомобилисты подняли шум и власти отложили это решение. Это, думаю, будет интересный опыт, потому что погулять людям в городе практически негде. Та же набережная находится в очень плачевном состоянии. Качество благоустройства, сами видите, какое. Но на самом деле просто здесь когда-то делалась реконструкция очень давно, судя по всему. Здесь тоже нужно что-то делать, потому что такое ощущение, что такой берег и все здесь как попало сделано. Ребята, вот здесь просто какое-то царство шалмановое. Это просто вообще надо все выкидывать на помойку, все сносить, убирать, потому что, ну, еще написано в бизнес-центр, но вы вообще, ребята, даете. Хочется отметить, что в городе много зеленых газонов, причем они зеленые круглый год. И в этом Краснодар сильно выигрывает. Например, в том же Ростове-на-Дону, даже на центральных улицах, на газонах вечно грязь, и трава начинает расти только в мае или июне. Вы знаете, тротуары совсем неплохо здесь выглядят, на самом деле. Достаточно хорошо плитка положена, и открытого грунта нет. Здесь мусорки так интересно прям стоят на центральной улице. Качество тротуаров в Краснодаре открывается во всей красе, стоит только отойти от центра. Нормальных очень мало, а в дождь они тонут, и тротуаров вообще не видно. И если вы думаете, что автомобиль решит проблему с передвижением, то вы глубоко ошибаетесь. Когда мои собеседники на канале говорят о Кубани, обычно речь заходит и о людях. Существует ли какой-то особый кубанский менталитет? Многие говорят, что такого понятия в принципе не существует. Но как-то же надо нам назвать отличия людей, которые живут условно где-то на северах, от тех, кто живет на юге. И коренные жители Кубани, адыги, считают вообще всех приехавших после нескольких веков. Русских они тоже считают. Тут тоже есть такое отношение, что раз русский, значит панаех. Проблема не в панаехах в принципе, а проблема в том, что город не справляется с миграцией. Это раз. Что касается какого-то, ну не то что негатива, а каких-то вот как бы таких не очень приятных вещей, это когда вот приезжают люди, и они говорят, что как бы вы знаете, мы не понимаем, зачем мы им приехали, нам все не нравится, мы все плохие. Вообще вот нас в условном городе каком-нибудь в Сибири или Дальнем Востоке было все хорошо, и мы все страдаем, мы все здесь козлы. Сталкиваешься с такой ситуацией, когда приехавшие с севера и Дальнего Востока, наверное, вот они жалуются, вот именно жалуются на то, что здесь не такие люди. И это выглядит очень странно, ну ребят, ну а зачем приезжать? То есть приехали, терпите. Конечно, люди разные, у них разные интересы и особенности. Это связано, конечно же, с тем, где они живут и как живут. На юге много не заработаешь, и много кто здесь привык работать за достаточно малые деньги. И, конечно, когда приезжает человек с севера, тут же покупает себе машину, дом, квартиру, то логично, что к нему может появиться какой-то корыстный интерес. Но на самом деле при переезде куда угодно можно столкнуться с непорядочными людьми. Я думаю, что дело здесь не в жителях Кубани, а в том, что в незнакомом месте просто больше шансов напороться на неприятности. Тем более, что когда дело касается покупки-продажи недвижимости, поиска работы и других серьезных вещей. Я просто сама по себе человек такой, что в чужой монастырь со своим усталом не лезть. Поэтому я, когда собралась ехать сюда, я понимала, что здесь люди другой национальности, они у себя как дома. Взять эти адыги или армяне другие. Я совсем не одинаковая. Вот проживя 6 лет, я не могу сказать, что вот эти адыги плохие или армяне. Я совсем нехорошо. Так что люди на юге обычные. Большинство хорошие, благодарные и искренние. Да и вообще понятие кубанца несколько размыто сейчас, если учесть, что половина так называемых краснодарцев уже приезжие. Средняя зарплата в Краснодаре, по данным Росстата за февраль текущего года, составляет 37 431 рубль. Известный портал Трудком указывает сумму в 34 тысячи рублей. У нас регион долгое время был сельским. Только относительно недавно городского населения стало чуть больше, чем сельского. Отчасти из-за этого, отчасти из каких-то других причин у нас официальные зарплаты, они меньше, чем по России в целом, допустим, по Сибири. То есть люди, приезжающие из Дальнего Востока к СНР, они должны столкнуться с тем, что зарплаты будут меньше, и вы либо должны приезжать уже, найдя работу, либо вы должны искать себе какую-то федеральную подработку, либо работать на удаленную, либо быть готовы к тому, что придется работать больше, чтобы зарабатывать те же самые деньги. Нормальной работы без знакомств и блата не найдете. Это юг, здесь все деловые, без прочных таких вот кумовских связей, просто на открытом рынке труда вам очень трудно будет устроиться. Это первое. Потом свой край гигантский. Сельское население активнейшим образом переезжает в Краснодар. Соответственно, он поэтому так и растет, потому что еще гигантское сельское население, да и в малых городах народу полно, и, в общем, переезжает молодежь. Соответственно, у всех друзья и родственники кролика и вам там с работой будет очень напряженно. Самая высокая отмечает зарплату в отрасли энергетики и добычи полезных ископаемых, а самую низкую в сфере образования. Да, жесть. Больше всего востребованы специалисты по продажам и медработники. Ощущается нехватка, недостаток мастеров в строительной сфере. Недостаточно хороших каменчиков, плиточников, монтажников. Вот этот недостаток ощущается. Штукатуры требуются, маляры. Очень активно развивается жилищное строительство. И вот такие специальности, такие специалисты, я думаю, со своими бригадами, вот такие специалисты, я считаю, что очень требуются в городе. Как обычно, зашел на авито. Тут предлагаются зарплаты, вполне соответствующие официальным данным. И даже выше. Бухгалтеру, например, обещают 37 тысяч, а экономисту 35, так же, как и бармену и администратору гостиницы. Офис-менеджеру предлагают 40 тысяч, так же, как и разнорабочему. Токарю 45. Конечно, если тому же офис-менеджеру переехать из города, вроде Екатеринбурга, в Краснодар, такая зарплата вряд ли его порадует. Еще грустнее становится, когда листаешь зарплаты на сайте центра занятости. Минимальный оклад в 12 тысяч рублей предлагают медсестре, комплектовщику, дворнику и лаборанту. Чуть больше 16 тысяч предлагают воспитателю с перспективой роста, зарплаты аж до 18 тысяч и инструктору по физической культуре. Тут максимально готовы заплатить 20 тысяч. По сравнению с этими цифрами, зарплата ведущего инженера в 24 тысячи выглядит внушительной. А зарплата врача-бактериолога в 50 тысяч выглядит совсем уж неземной суммой. В общем, с зарплатами все печально. Многие говорят, что жизнь на юге в принципе дешевле. Тут меньше стоит и еда, и одежда. Но это если вы живете не в самом Краснодаре. Для жизни миллионники с его различными крутыми магазинами, модными барами и кафе, картинами, галереями, музеями и развлечениями, даже официально озвученные Росстатом 37 тысяч, это конечно очень мало. Особенно если у вас есть дети или в планах ипотека. Отсюда и главная загадка. Зачем все-таки люди переезжают в Краснодар? Даже отличному специалисту-веб-программисту тут предлагают от 40 до 80 тысяч рублей. То есть заработать так, чтобы отложить что-то на безбедную старость или на путешествие, ну вряд ли получится. Значит едут не за деньгами, а за солнышком и качеством жизни. Ну получается так. Ну или хотя бы за солнышком. Мое решение было обдумано и переступив, как говорится, в порог, ни минуты не жалела, что я пришла к этому решению, что я сюда приехала. Так или иначе, вот эта перегруженность людьми сказывается на жизни города. По факту здесь в Краснодаре проживает миллиона полтора, если не больше, населения. И очень сильно увеличился размер города. Город уперся в сады и в дачные товарищества, с которыми непонятно что делать. Потому что на поланс брать не хочется, потому что тогда придется их развивать в микрорайонах. Но они как бы либо в черте города, либо прямо к ней примыкают. И там живут люди, которые уже совсем не дачники, которые уже купили там квартиры и говорят, а где наша школа, а где наши детсады, а где наша канализация. В районах часто отключают воду, случаются аварии и выключают свет. Сети просто не выдерживают нагрузку. С канализацией такая же беда. Канализация в целом в городе, она не выдерживает такого большого объема потребителей. И постоянно выходят из строя, постоянная история о том, что идет слив Кубань. Как-то власть с переменным успехом борется. Но вот зимой и весной у нас прямо на берегу Кубани был такой амбре в некоторых местах. А от слива нечисток. Вот эту проблему мэр обещает вывести на федеральный уровень. Если он пройдет в Госдуму и решит проблему с канализацией, то ему можно будет ставить пакетик. Но есть и проблемы другого характера. В то время, как приезжие жалуются, что не могут найти работу с застойной оплатой, город очень остро нуждается в так называемых свежих мозгах. Вот такой парадокс. Я бы выделил другие проблемы, более существенные. Это структура экономики города. Это нехватка высококвалифицированных рабочих мест. Мест, которые генерируют высокую добавочную стоимость современных рабочих мест. Мне кажется, здесь отставание приличное от масштаба самого города. На каждую тысячу жителей приходится в среднем 300 машин. Понятно, что воздух в Краснодаре нельзя назвать чистым. Ситуацию усугубляют выбросы масложиркомбината. Люди часто жалуются на неприятные запахи. Каких-то крупных заводов, производств, которые бы чадили и мешали людям дышать, непосредственно в городе, пожалуй, больше и нет. Экологическое состояние в Краснодаре, конечно, лучше, чем в промышленных центрах. Любых там, да, каких-нибудь Красноярск, Челябинск. Не знаю, это тот же какой-нибудь Нижний Новгород с его Дзержинском, который там пыхтит прекрасно. Но крупный город, он с большим количеством автомобилей, безусловно, не может быть идеально чистым. С точки зрения выбросов автомобильного транспорта все неблагополучно. Ну, в целом, проблемы такой сверхострой нет. Город довольно чистый. Сейчас довольно качественно, в последние годы убирается полив дорог осуществляется. Вот, поэтому город не пыльный. В реке Кубань купаться запрещено, но каждый год в ней кто-нибудь дотонет. Виной всему жара. Людям очень хочется окунуться в воду. И заканчивается это иногда невесело. С каждым годом число стоков в реку растет. Это тоже связано с увеличением количества жителей. Также ливневая канализация стекает в реку. А еще в Кубань попадают пестициды, которыми обрабатываются поля. Как говорят в Роспотребнадзоре, вода не соответствует микробиологическим и паразитологическим показателям. Так что, если переедете и решите окунуться, то лучше заранее на всякий случай зарезервировать себе место в инфекционке. Большой плюс Краснодара в том, что он находится все-таки ближе к столице, чем дальневосточные города или города Сибири. Перед приезжими открывается масса возможностей. Конечно, если есть деньги. За два часа можно долететь до Москвы. Билет обойдется в две с лишним тысячи рублей. До Питера же можно добраться за три часа и четыре тысячи рублей. Люди часто едут на отдых в Грузию или Абхазию. Ну, точнее, ездили до пандемии. Пять с половиной часов до Адлера. Там на маршрутке по границе, буквально 15, переходишь границу, там уже местная маршрутка, 20 минут ты в Гаграх. И замечательно отдыхаешь. Во-первых, в два раза все дешевле, море чище, комфортнее. Природа обалденная там природа, климат, настолько там все красиво. Относительно близко и Европа. Также с Краснодара гораздо дешевле улететь на отдых в Турцию или Египет. Ну, чем, к примеру, с того же Хабаровска. Ну и у самого региона хороший туристический потенциал. Очень популярны экскурсии выходного дня. По горам, по водопадам, поездки в Абрау-Дюрсо или на Розухутер. Близкое расстояние до Крыма от Краснодара. Это очень близко, очень комфортно. Не скучно в городе. И аллеи, и парки, и дендрарии. И близость горячих источников, которые круглый год доступны. Теперь хочется немного сказать о власти. Старой и новой. Старая команда сделала все, чтобы город стал максимально некомфортным, неуютным и неудобным для жизни людей. И даже под конец они умудрились отдать под застройку какие-то огромные участки земли размером чуть ли не в сам Краснодар. Те люди, что управляют городом сейчас, столкнулись с большими проблемами, которые натворили их предшественники. И я не совсем уверен, что это можно исправить, и особенно быстро. Краснодару в этом плане необходимо просто гигантские усилия для того, чтобы выкупать недвижимость, убирать высотки на край города, и, соответственно, центр превращать в туристический центр. Город раздут, как воздушный шарик, и власть пытается как-то сделать, чтобы он не лопнул. Сейчас строятся школы. В прошлом году, например, сдали в эксплуатацию 11 общеобразовательных учреждений. В этом году собираются открыть еще 5 школ и детских садов. Строят также новую трамвайную линию. Как-то пытаются справиться с благоустройством. Но в современной России что-то менять к лучшему достаточно сложно. Приведу в пример Белгород, который, как вы говорите, я расхвалил. Уже сейчас там отменяют транспортную реформу, которую люди очень ждали. Собираются убирать троллейбусы из города. Перестают сажать многолетники на клумбы. Это примеры того, что, к сожалению, у нас хорошее задерживается не всегда надолго. Так что, переезжая в Краснодар, надеяться, что жизнь резко станет лучше, не стоит. Теперь, что касаемо той самой пресловутой палки, которая, будучи воткнута в землю, сразу начинает прорастать. Все не так радужно в Краснодаре, да и вообще на юге России с этим. Потому что есть очень жаркое палящее солнце. И сибиряки, дальневосточники, которые приедут в Краснодар, поселятся в своих домах и начнут что-то выращивать, сразу столкнутся с тем, что все очень быстро выгорает на солнце. Земля очень сухая, нужно постоянно поливать. С поливом тут надо заморочиться. Либо делать какой-то автоматический полив, либо самостоятельно постоянно увлажнять почву. Также есть большая проблема с насекомыми и с вредителями. Именно по этой причине не стоит ожидать, что фрукты или овощи, которые продаются на рынке Краснодара, всегда полностью экологически чистые и выращенные вот прямо на своей земле, без всяких-всяких пестицидов и так далее. Дело в том, что очень много приходится применять различных химикатов для того, чтобы бороться с вредителями. И поэтому на самом деле просто так на краснодарской земле само по себе ничего не вырастет. Нужно очень много труда. Если вы идете поливать, например, летом, то вы поливать можете только рано утром или поздно вечером, потому что днем очень сильная жара. Нужно использовать различные способы для того, чтобы защитить свой урожай на участке от солнца, ну и также от насекомых. Поэтому, ребят, просто будьте готовы, что если на севере и на Дальнем Востоке одни проблемы с урожаем и с тем, как его вырастить, то на юге России проблемы есть тоже, но они просто немножечко другие. Кубань-то не так страшна, как ее молюют. Если привыкнуть, то со всеми проблемами можно жить. Если вы приезжаете сюда, вы должны понимать, что проблемы будут. Ну это прям какая-то плотность уже приближенная к Гонконгу, то есть это 25-этажные свечи, окно в окно, с какими-то дворами, колодцами. Нет в городе такого, что здесь ждут рабочие руки и готовы вас на вокзале встретить и платить зарплату. Город для тех, кто ищет, хочет, может, настроен и нацелен. Я считаю, что город абсолютно оправдает ваши ожидания в соответствии с вашими целями и стремлениями.